Их было множество. В начале 20 века каждый год от криминальных событий железные дороги Российской империи терпят урон примерно в 3 миллиона рублей. Это несколько миллиардов рублей по современному пульсу. Были разные способы мошенничества на железных дорогах. Самый простой, понятный. Крепкие ребята ночью вламывались на склад или подходили к путям, вскрывали ломиком вагоны или пробивали импровизированным тараном дырку, выгружали товар и уносили. Это самый примитивный и самый легко расследуемый вид железнодорожных преступлений. Второй, более сложный, требовал определенной квалификации и знания устройства станции. Преступники узнавали, в каком вагоне хранится более дешевый товар, в каком более дорогой, переклеивали клейма, отметки о перевозке, о формировании состава с дорогого на дешевый, вскрывали после переклейки вагон с дешевым товаром. Ну, никто, в общем, особенно это дело не расследовал. Мы украли какую-то дешевую. Хотя, на самом деле, дешевый товар был в порядке и ехал с пломбой о перевозке каких-то дорогих тех же механизмов или ценностей, или даже багажа. Была такая услуга, перевозка багажа торговарными вагонами. Можно было отправить, например, если вы переезжали из Москвы в Петербург или обратно, все твои вещи товарным поездом. Помните, дама сдавала в багаж картины, картины, картонку. В общем-то, можно было и мебель сдать. Наконец, еще одним распространенным способом было мошенничество высочайшей категории. Это когда товар вообще не отправлялся. Когда какой-нибудь купец на грани раздорения, как правило, заключал договор со страховой компанией с железными дорогами о том, что вот он отправляет нечто чрезвычайно ценное по железной дороге. Пломбировался вагон с ящиками, привезенными этим самым купцом. Ну, наконец, станции открывали и обнаружили, что ящики пустые или в них какая-нибудь требуха, камни, железки. И, естественно, купец требовал возмещения от государства, хотя на самом деле никаких товаров он не перевозил. Это была мошенническая схема, с которой железнодорожные полицейские как могли боролись, но не всегда успешно.